Сегодня состоялось очередное заседание Постоянной Депутатской Комиссии по вопросам местного самоуправления. Депутаты рассмотрели проект решения Думы о внесении изменений в Устав муниципального образования город Магадан. Так, председатель Постоянной Депутатской Комиссии Виктор Баринов сообщил, что Устав предлагается дополнить с несколькими статьями. Одна из них – это статья 14.1, регулирующая случай и порядок проведения схода граждан в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона номер 131. Кроме этого, на заседании обсудили проект о внесении изменений в положении о публичных слушаниях на территории Магадана. В настоящем проект решения разработан в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством и совершенствованием нормативной правовой базы муниципального образования город Магадан. В связи с внесенными изменениями в часть 5 статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Пункт 131 положение предлагается изложить в новой редакции, исключив из него отсылку на решение Магаданской городской думы от 25 декабря 2009 года номер 156 Д об утверждении правил землепользования и застройки в муниципальном образовании город Магадан. Гороховое поле Гороховое поле Более этого, в шоуруме ЖК Гороховое поле построили макет всего комплекса и спроектировали одну, двух и трехкомнатные квартиры, которые будут непосредственно в новом районе. Также в данном жилом комплексе будет активно развита инфраструктура, детский сад, школа, два торговых центра, досуговые центры и многое другое. Тем не менее, у колымчан до сих пор остается вопрос, как можно строить дома на болотистой местности. В рамках подготовки проектной документации проведено все необходимые мероприятия по геологической и геодезической изысканиях, проведена масштабная работа по архитектурно-планировочным решениям, которые должны оптимально сказаться на качестве и стоимости жилья. Сейчас проект, как я говорил, уже находится в главу госэкспертизе, это самая экспертная организация в России. Ее заключение будет означать, что весь проект будет соответствовать всем требованиям, которые появляются на данный момент к жилому строительству. Вечернему Магадану сообщили, что продажа квартир не предоставляется, так как это полностью социальные дома. Однако квартиры на продажу все-таки появятся. Но точный год никто сообщить не смог. Единственное, что известно, так это то, что не раньше 25-го года у магаданцев появится возможность приобрести жилье в новом современном жилом комплексе. Здравствуйте, уважаемые магаданцы! Приветствуем вас на открытии Международного военно-технического форума Армия-2021! Международного военно-технического форума В Магадане провели Международный военно-технический форум «Армия-2021». Как отмечают организаторы, форум – уникальная базовая платформа для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли. От имени губернатора Магаданской области Сергея Константиновича Носова хочу поприветствовать всех участников мероприятия, пожелать плодотворной отработать в рамках поставленных задач и утвержденного регламента для достижения всех поставленных целей. С праздником вас, уважаемые магаданцы! В этот день жителям областного центра рассказывали об автомате Калашникова, пулемете и многом другом. Субтитры создавал DimaTorzok Российской Федерации чувствовали себя уверенно, спокойно, что армия, которая сегодня существует, способна защитить россиян от любого агрессора и даже не дать подумать кому-либо нарушить покой в нашем обществе, в нашем государстве. Но военнослужащие приходят, уходят, нужна смена, нужны хорошие патриотично настроенные призывники, молодежь. Вот мы видим сегодня развернута здесь выставка военно-прикладной техники и клуб «Подвиг» здесь участвует. Это все свидетельство о том, что интерес молодежи к военной профессии, это именно профессии сейчас есть огромные. В настоящий момент у нас идут настоящие боевые действия в районах Российской Федерации и наших соседей Якутии, где вооруженные силы совместно со спасательными и пожарными воюют с огнем. Поэтому мы воспринимаем ее как боевую технику и сегодня с удовольствием вручаем ключи от нее. В этот день вручили ключи от новых специализированных автомобилей пожарно-спасательному центру Колыма. Всех собравшихся поздравили творческие коллективы города и области. Административно-техническая инспекция мэрии Магадана продолжает вывоз и снос незаконно установленных объектов. Перечень построек, подлежащих сносу, прежде всего определяется необходимостью произвести какие-либо ремонтные работы. Например, замена теплосети, благоустройство территории или ремонт водоканала. Также снос производится там, где собираются возводить новые строительные здания. Таким образом, сегодня сотрудники Казаха демонтировали и вывезли сарай и гараж на переулке Библиотечный, согласно постановлению мэрии Магадана. Эти объекты, которые у нас имеются, материал давно уже оформленный, собранный. Ну и настало время, и вывозим эти гаражи и производим снос. Связано это с тем, что в ближайшее время здесь будет произведено благоустройство, приведена территория в надлежащий вид, просьба граждан озаботиться и в ближайшее время, кратчайшее, так скажем, принять меры к вывозу своих объектов. Иначе мы придем, мы вывезем, и это будет проблематично уже. Ну то есть бюрократично, это бюрократически придется писать заявление, подтверждать свою принадлежность к гаражу. Это достаточно сложный и долгий процесс. За прошедшие 8 месяцев было снесено более 350 строений. В основном это были гаражи и сараи. До конца года планируют снести еще около 150 объектов. Производить снос планируют в наиболее актуальных районах города. В связи с проводимым там ремонтом и благоустройством, а именно по улице Арманская, 49, Приморская и Энергостроителей. Даже на сухой дороге расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом.